здравствуйте мои дорогие зрители с дьяченко у нас пока интервью не срастается но зато вот кузьминский николай александрович кандидат тоже на должность мэра города пригласил меня и согласился взять у него интервью потому что у всех должны быть равные возможности и я ему даю возможность через вас обратиться к своим избирателям рассказать и заявить о себе николай александрович здравствуйте и первые и первый вопросик вообще вот кто вы и зачем вы идете на эти выборы значит я кузьминский николай александрович гражданин суданского района решил пойти в порядке самовыдвижения на эту должность считая что имею на это как свое конституционное право так и гражданское право избираться и быть избранным тем более я имею определенный опыт работы определенный жизненный опыт и я считаю что вполне моя кандидатура могла бы быть достойно встречала встречена нашим избирателям почему ну знаете на этот вопрос очень сложно так вот однозначно ответить ну во первых хотелось бы сказать что я в суджанском районе суджа в частности ну проживаю уже с 82 года практически вся моя трудовая вся моя сознательная жизнь прошла в этом районе мое становление как гражданина как работника она прошла здесь после окончания института я закончил курский политический институт получил диплом инженера строителя вот я работаю здесь в суджа начинал свою трудовую деятельность ну была такая организация в то время межколхозстрой подчинялась она курскому объединению и занималась строительством всевозможных объектов на селе я начинал с должности мастера строителя потом у меня пошли так сказать если можно покороче 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 так скажу что был у меня стремительный взлет у меня за десять лет я прошел должности от мастера строителя до второго секретаря суджанского райкома партии это благодаря каким то личным качеством давайте ну знаете как в то время был четкий отбор кадров партийная власть в то время занималась очень четко резервом кадров я сразу попал в резерв кадров и я думаю что наверное заметили меня в какой-то степени во мне нашли перспективного молодого человека и так сказать мне по карьерной лестнице вот у меня был такой стремительный рост понятненько спасибо второй вопросик вы паркин да я состою партии единая россия но идете самовыдвиженцем это не противоречит вы знаете партийные так сказать власти говорят что это якобы нарушение устава партии но я с этим не согласен я как гражданин как человек считаю что у меня не свое мнение на этот счет дело в том что сегодня практикуется партия единая россия такой значит метод определения мнения избирателей частности членов партии как правились то есть это предварительно голосование но я считаю что эта форма она не отражает той полной действительности которая есть на самом деле ну вот что я имею ввиду под этими словами дело в том что на праймерисе принимают участие и члены партии единая россия и беспартийные и члены других партий я считаю поскольку это партийный проект значит здесь должны свое слово сказать только члены партии и обратная сторона если принимают участие в праймерисе беспартийные значит почему в кандидатах только члены этой партии единая россия поэтому здесь я считаю парадоксы которые не отражают еще раз говорю полной действительности и поэтому я считаю что те десять процентов избирателей которые приняли участие в праймерисе тем более членов партии еще меньше то я считаю что это не партийный проект и я думаю что будет правильно если свое слово скажет избиратели 9 сентября которые численность которых 5000 это будет более справедливо поэтому я принял решение идти самодвиженцам безусловно выборы состоятся 9 сентября и как раз таки но люди как бы выберут вот у меня следующий вопрос такие вопросы вот почему вот наш зритель до который она сейчас смотрит вот почему он должен выбрать вас в чем ваше преимущество чем преимущество ну я бы не хотел так вот сказать что я очень хороший я сверну горы и так далее и тому подобное я считаю что из меня мог бы получиться неплохой родоначальник поскольку я как я уже ранее говорил у меня еще в молодости был так сказать опыт работы в административных структурах но я считаю что для меня вот в этой роли в должности главы города суджа весомий опыт который я приобрел работая 23 года руководителем строительной организации которая занималась газификацией и суджанского района и практически во всех районах курской области что этим я хочу сказать я этим хочу сказать что работая в организации организация довольно таки сложная была вот поскольку газификация сама по себе сфера строительной деятельности очень сложная и мы практически начали свою работу наша организация начала с нуля создать организацию специфичную которая специализированная организация с высоким уровнем подготовки специалистов этой сварщики излировщики и прочее 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 инженерно-технические работники это была очень хорошая школа вот в жизни и как руководителя вот мы прошли и организацию становление этой организации мы прошли лихие 90-е годы это очень сложные годы были поскольку ну все мы знаем мы перешли в другое можем так сказать государство был советский союз мы вернулись что называется в россию и строй совершенно другой вот повернули мы другому пути развития нашего общества понятно можно я вас перебью немножко ну вот мэр строитель с огромным опытом у нас вроде как уже есть все таки чем вы а кто у нас кто у нас строительство у нас мэр строитель посмотрите моисей уже там 8 9 серии выложил того что мэр построит не дело в том что я ничего не хочу сказать плохого о нашем существующем мэри дело в том что действительно много сделано в плане и строительство и благоустройство города тут я ничего не могу сказать вот но я думаю что я бы был не хуже почему потому что правильно вы подметили ведь что такое управление городом сегодня какие в городе проблемы а проблемы все и носят социально социальный характер и именно вопросы строительства и ведь посмотрите что у нас у нас благоустройство это дороги тротуары и так далее и тому подобное у нас освещение у нас замена водопроводных сетей вообще инженерных сетей у нас капитальный ремонт жилья у нас текущий ремонт жилья в общем как видите все вопросы которые злободневные они носят оттенок строительных работ но суджан она не только строительство интересует и мне кажется вот аргумент не хуже это ну понимаете еще что я бы отметил в этой связи дело в том что я как бы вот возвращаясь к своей производстве деятельности сегодня я являюсь председателем представительного собрания сужанского района уже второй созыва значит практически девять лет я уже отработал в этой должности это выборная должность или назначаем это выборная должность значит я сначала был избран населением как депутат представительное собрание сужанского района а уже сами депутаты второй созыв избирают меня своим председателем то есть своим руководителем так скажем и вот в этой связи я хотел бы сказать что у меня еще и появился опыт административно правовой что ли опыт работы с бюджетом и вот что я в этой связи хотел бы вот сказать и нашим избирателям дело в том что сегодня наш я вот познакомился у меня вот в руках бюджет города суд же это не секретный документ это в интернете надо я человека можно сказать ознакомиться и в этой связи чтобы я хотел сказать здесь вот в бюджете города из 28 миллионов которые депутатами утверждены всего лишь 2 миллиона 200 тысяч являются безвозмездными поступлениями из источников других да вот этот вопрос я вам хотел еще задать подождите на него отвечать ну давайте может я задам все таки вот ваша программа когда я почитал ознакомился тут вы обещаете все всем но один пункт мне понравился больше остальных что бюджет бюджет он наполняется из налогов и надо как бы увеличивать сбор налогов давая возможность работать больше рабочих мест больше предприятий и развития бизнеса вот этот вопрос как вы вообще вот это планируете делать ну что в данной ситуации я хотел бы сказать да действительно ну каждому каждый знает что местные бюджеты вот формируются из налогов местных всевозможных ну в первую очередь это налог от ндфл это от самого себя горит от производственной деятельности наших промышленных предприятий которые находятся на территории города вот но значит помимо этого у нас есть и другие это ну скажем всевозможные сборы от аренды помещений сборы от деятельности допустим ну каких-то мероприятий и так далее и тому подобное то есть местный бюджет он сегодня в какой-то степени неменяемый потому что ну предприятия особо у нас не развиваются они находятся на одном уровне и поступление в бюджет от деятельности нашей экономики они практически ну если увеличиваются то незначительно а это для того чтобы допустим развиваться город недостаточно я считаю что у нас помимо другого вот этих источников должны быть и другие источники что я имею ввиду посмотрите все таки у нас ну большой город предпринимателей много у нас очень много предприимчивых людей которые ну создают с нуля свой бизнес но порой не всегда наш бизнес имеет ну что называется узаконен так скажем потому что что там говорить у нас может быть не всегда совестный бизнес платит налоги поэтому вот на это тоже надо обратить внимание еще мне кажется этим должна налоговой заниматься и прокуратуре как налоговая должно этим заниматься в комплексе ведь и налоговая у нее одни задачи но наша заинтересованность как непосредственно администрации скажем до города или района это исполнение платежей налог так вы сложно говорите давайте проще вы будете поддерживать предпринимателей или будете их кошмарить нет здесь здесь конечно же выгодней чтобы предприятия наши сужанские все наши предприятия были привлекательным с точки зрения экономики вот состояние дело в том что если сильная экономика стабильная заработная плата людей стабильное отчисление это стабильное выполнение ну как то сейчас ситуация экономическая вообще людей не очень поэтому бизнес он вообще по моему так у многих на грани выживания вот в этой связи я хотел вы меня остановили вот простите в этой связи я что хотел бы сказать да действительно я с вами соглашусь прогресса большого мы не видим вот в наших доходах вот наша деятельность наших предприятий поэтому я и сказал что вот когда я ознакомился с бюджетом города вот я заметил такую ну на мой взгляд очень странную картину что у нас из общей суммы доходной части бюджета у нас всего лишь семь процентов предусмотрены средства из извне будем так говорить это в виде безвозмездных поступлений ну скажем так с областного бюджета это семь процентов в то время как я приведу вам пример у нас допустим вот мы принимаем бюджет районный бюджет конечно сумма там другая ну и проблем гораздо больше поэтому поэтому у нас ситуация там несколько другая у нас своих средств поступает одна треть а две трети это безвозмездное поступление это дотации дотации субвенции субсидии и так далее участие в программах всевозможных и так далее и тому подобное так а суть проблемы это хорошо или плохо это очень хорошо потому что у нас свои деньги которые мы зарабатываем мы их всегда сможем потратить надо потратить сначала те деньги которые и получите которые ну это же все равно мы зарабатываем мы все мы понимаем что мы зарабатываем но здесь у каждого ведь своя рубашка ближе к телу поэтому вот я считаю что в этом плане здесь вот в работе города это большое большие так сказать возможности то есть вы хотите вот таким способом наполнять конечно потому что мы должны участвовать сегодня очень много всевозможных программ существует вот у нас сегодня и чистая вода у нас и комфортная городская среда у нас и комфортная среда да 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 то есть сегодня очень много всевозможных программ в которых можно и нужно участвовать Потому что ведь, ну как еще, это же очень даже выгодно для, скажем, одного или другого субъекта наших, так сказать. Ну да, понятно, это федеральный бюджет выделяется. У вас, кстати, здесь, извините, опять перебью, написано «Доступная комфортная среда», это две разные программы. Ну я просто все не перечисляю, я назвал несколько вам. Дело в том, что, понимаете, в чем преимущество этих программ? Преимущество в том, что попав в эту программу, мы просто-напросто экономим свои средства. Мы участвуем в софинансировании, там от 5 до 10 процентов, остальное нам дает или федерация, или областная бюджета. Поэтому это очень выгодно. Давайте последний вопросик, наверное, по молодежи. Я все-таки считаю себя еще молодежью. Что у вас по молодежи запланировано, кроме таких общих фраз, конкретно, что вы сделаете для молодежи? Ну, в первую очередь, я не случайно в своей программе есть отдельные строчки у меня и молодежная политика, физкультура. Вы не против, если я ее опубликую, чтобы зритель знал? Хорошо, можно, да. Дело в чем? Дело в том, что у нас действительно, опять же, возвращаясь к основному документу, это бюджет города. Основной, если таки, устав, наверное. Да, это, ну, устав, это как бы законополагающий документ, а это финансовый документ, который немаловажен в том плане, что это документ, по которому мы живем. Который, кстати, депутаты принимают. Депутаты принимают ее, депутаты города Суджи, они принимают этот документ и руководствуются всю свою, так сказать, весь свой период. Вот он принимается на год и весь год, работает строго по этому документу. И здесь я посмотрел практически, допустим, непредусмотренные средства на развитие спорта. Всего лишь 100 тысяч замуж. Но спортом занимается район, насколько я знаю, спорткомплекс у них. Скажите, ведь район сам по себе, что такое район? Район включает в себя городское, значит, муниципальное образование и сельское муниципальное образование. Ну, в каждой школе есть свои команды, да, там. В школах есть команды, есть команды, допустим, сельские команды. А вот у нас в городе нет команд, допустим, чисто. Ну, есть две школы. Школы – это школы. Школы – это образовательные учреждения, которые… Ну, мы про молодежь сейчас. А сегодня мы говорим о молодежи. Ведь мы имеем в виду, наверное, молодежь не тех школьников, которые, допустим, учатся в школах. У них там свои программы, у них там свои заботы. Их основная задача – это учиться. А я имею в виду молодежь, которая… Работающая молодежь, которая, ну, еще полная сил, энергии. И еще они не погрязли в наши семейные, так сказать, проблемы, которые еще, ну, готовы там сходить. И в кино. Так, и что у вас для них есть? Ну, вот для них я бы, допустим, в первую очередь, вот, обратил во внимание на спорт. Потому что, когда человек занимается спортом, он здоров, он и на производстве больше, так сказать, отдача от него и так далее. Вот, поэтому я бы, допустим, вот в городском бюджете предусмотрел бы значительно увеличение средств на развитие спорта. Нет, ну, от конкретнее, развитие спорта, средств, что вы будете пропагандировать и как это делать? Ну, по-понятному. Ну, в первую очередь, мы можем создать команды, городские команды по основным видам спорта. Футбол, волейбол. А у нас их нет? Городских нет. Нет. Ну, может быть, есть какие-то сборные команды? Сборные команды есть. Там одного сельско-союза, другой сельско-союза, а вот сборные города Суджи. Так, хорошо, собрали мы команду. Да. И занимаются, мы помогаем им в этом, значит, деле. А как они занимаются? У нас есть прекрасный спортивный комплекс. Ну, там с футболом, по-моему, не очень. У нас сегодня, значит, есть программа по реконструкции нашего футбольного стадиона городского. Ну, в отношении реконструктора. Он является вообще-то районным. Ну, ведь район отворка... Суджанский, да. Да, Суджанский. Поэтому когда-то, конечно, там работы будут выполнены. Я думаю, что это хорошее будет подспорье в плане том, что, значит, молодежь будет заниматься этим видом спорта, довольно-таки популярным в нашей стране. Это не секрет. Вы знаете, вот в этом году там запланирована установка ворот. Если такими темпами она будет развиваться, то, наверное, еще не родилась там молодежь, которая сможет там... Ну, мне так кажется. Ну, это ваше мнение. Конечно. Дело в том, что у нас, вот я как человек-строитель, я прошел через это, у нас действительно, вот, знаете, строительный процесс, я, на мой взгляд, считаю, что он неправильно организован. В каком плане? Мы начинаем строительные работы, вот сегодня у нас сентября, да, мы только начинаем. То есть мы долго готовимся к этому, к строительству. Ну, а все, да, так нормально. Вот это у нас... А к концу года надо баланс осваивать. А проект рисуем, да, мы до июля. Вот здесь у нас страдает, вы говорите, качественно. Почему? Потому что человек надо освоить деньги, а приятный сезон заканчивается, надо спешить, надо торопиться. Поэтому, вот, поэтому, вот, это, ну, бич, наверное, всех строителей у нас. Почему? Потому что, вот, вот, я работаю в той организации, тогда, значит, тоже же у нас, ну, как бы строительный сезон начинался поздновато. Вот, ведь сейчас, как это все происходит? Мы с молодежи сползаем куда-то на стройку. Ну, а вы меня сами, простите, да, уводите от этой темы, поэтому, вот. Потом, значит, я считаю, что у нас для молодежи, по большому счету, некуда и пойти. Для молодежи, вот, работающей молодежи вечером, особенно вечером, досуг, как-то у нас слабо организован. У нас нету сегодня, ну, по большому счету, дискотеки, как таковой. У нас, ну, да. У нас нету, ну, сейчас уже это модно, вот, среди молодежи, клуба, какого-то молодежного, ночного клуба. Понимаете, нету. Ну, у нас есть ночные бары. У нас есть ночные бары, но это же не то, согласитесь. Я не знаю. Это, ну, мы... Чем ночной клуб отличается от ночного бара? Скажите, там... Я думаю, что в ночном клубе там по интересам, там ведь можно каким-то образом отдыхать, находя единомышленников, допустим. Кто-то любит футбол, он, может быть, где-то хочет посмотреть какой-то на хорошем, на большом экране, какое-то состязание спортивное, футбольное. Вы знаете, в ночных клубах не футбол смотрят, по-моему. Есть такие. Есть, допустим, кто-то там хочет позаниматься там тем же бойлингом, кто-то у нас, допустим, хочет музыку послушать какую-то интересную, может... А может быть, кто-то придет, хочет послушать музыку, которая звучала 30 лет назад, вокально-инструментальный ансамбль, понимаете? Поэтому я считаю, что вот это, на эти вопросы надо бы обратить внимание городской власти, потому что действительно у нас молодежь не организована в плане отдыха. Ну, хорошо, вот вас выбрали, да, вы мэр. С чего начнем? С чего? Все-таки вот это ансамбль или это ночной клуб, или это стадион, что это будет? Знаете, как я вам скажу? Да, действительно, это тоже хорошо. У нас человек идет отдыхать после, ну, ударного рабочего труда, трудового дня, скажем так. Поэтому я думаю, что в первую очередь у нас должна быть, ну, решена проблема более насущных вопросов. А что я имею под этим, что я хочу сказать под этим? Дело в том, что вот встречаюсь сегодня с избирателями, а я уже много встреч провел, и многие говорят такие вещи, что, ну, красиво, допустим, когда в городе и клумбы цветут, красиво у нас площадь. Не, ну, безусловно, это да. Но когда, он говорит, допустим, наш избиратель, когда я прихожу, а у нас канализационный выгреб, допустим, переполнился, и канализация течет через верх, это недоцветовый ему, понимаете? Или же, допустим, когда он приходит к дому, а у них там, ну, в общем, в каком-то доме крыльцо рушится там или еще что-то. Или же, допустим, пройдите вот по нашим улицам, ну, ту же взять улицу Ленина, вот, от администрации района и ниже туда вот до прокуратуры, допустим. Ведь, ну, невозможно идти. Почему? Ну, вы видели там, в каком состоянии тротуар, допустим? Честно, нет. Вот обратите внимание, пройдитесь там, потому что я часто хожу по этой улице. Или же по улице Роза Люссенбурга, опять же, от администрации, вот, в сторону улицы 1 мая. Посмотрите там, в каком состоянии. Это сегодня, ну, будем говорить, сухая погода. А когда паводки в период или, допустим, после дождей, там, вода ей уходить никуда, не предусмотрены ливневые водостоки. Ну, то есть, делать плитку, там, предусмотреть вода. Да, это злободневные вопросы, на которых надо обратить наше внимание. Ну, это такое-то бытовуха все, да, наверное? А ведь у нас, вы понимаете, у нас, ведь наша жизнь, сколько процентов, она связана с нашим бытом, с нашим, так сказать, наверное, больше половины. Поэтому говорить так, что это не важно, а вот что-то другое важно, тот же отдых, допустим, я с вами не соглашусь, потому что ведь... Я ничего не утверждаю, простите. Или же, вот, допустим, такой вопрос. Вот, в свое время у нас было предприятие бытового обслуживания населения. У нас там ремонтировался телевизор или радиоприемник, у нас там была парикмахерская, у нас там была швейная мастерская или там ремонтная швейная, у нас там была мастерская по ремонту обуви. Где это все у нас? У нас из этих вещей, из таких вещей для человека порой складывается проблема. Ведь сегодня где отремонтировать обувь? У нас одно единственное, я знаю, предприятие, которое Сапожок, по-моему, называется, вот частник. Нет, Сапожок, муниципальная, по-моему. Ну, я знаю, Батура. Нет, сейчас частникам несколько есть, которые обурдил. Больше не знаю, допустим, никого. Или же, допустим, где нам сегодня отремонтировать, допустим, какую-то одежду. Не такие уж у нас сегодня люди богатые, чтобы, допустим, там часто менять одежду. Нет, ну спрос раздравит предложение, есть же ателье. На их нет у нас. Да есть, почему нет. Ну, в торговом комплексе там несколько даже пьет, ну, потом и плачшить и перешить. Мало. У нас должен быть комплекс, который, ну, работает комплексно. Допустим, человек, человек, который, появилась у меня какая-то проблема, он должен эту проблему просто вот легко решить. То есть это задача администрации вообще-то? Ну, я думаю, что тоже это задача. У нас, допустим, вот сегодня, допустим, есть на территории города два предприятия. Предприятия, вот, ну, основные предприятия, это водоканал, тепловые сети, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. У нас это предприятия, которые, будем говорить, предприятия жизнеобеспечения нашего города. И я считаю, что надо все делать, приложить все силы, чтобы эти предприятия и впредь были работоспособными, привлекательными. Вот, и чтобы они, ну, работали на благо города. А для этого, конечно же, им нужны объемы. Вот, объемы нужны, чтобы они могли нормально. Ведь у нас сегодня какая, вот, с приходом, допустим, оригинального оператора по сбору мусора, вот, твердых бытовых отходов, так скажем. Часть объема у них, вот, у нашего предприятия ЖКХ, у нас их, ну, забрали, что называется. А есть, что это неправильно. Почему? Потому что, допустим, у нас есть столько районов, у кого или неразвиты эти службы, или вообще отсутствуют. Вот, пожалуйста, там широкое поле деятельности, пожалуйста, там работайте. А наши предприятия налажены, отлажены, сильные предприятия, ну, они просто, ну, устранены. Тут не все так просто. Программа федеральная, и это делается не просто так. Но я думаю, что надо над этим работать. Почему? Потому что ведь у нас в этом предприятии работают наши люди. Это рабочие места, это доход для той или иной семьи. Это немаловажно, потому что сегодня, знаете, очень сложно оказаться без работы, без источника дохода. Поэтому я считаю, это наши люди, и надо заниматься этим. Нет, ну, тут, наверное, нужно реструктурировать, как-то или меняться, потому что, ну, вот, изобретение, там, двигателя внутреннего сгорания, оно, там, поставило крест, там, на оконных перевозках, да? Это понятно. Но дело в том, что, а как оно может развиваться, предприятие, предприятие развивается тогда, когда у него есть четкий, постоянный доход у предприятия. Тогда оно развивается экономически, совершенствуется, обновляется техника и так далее, и тому подобное. А при таком подходе, когда пришли, раз, обрезали им весь доход, будем говорить так, оставили одно благоустройство с метлой, и все, извините, это неправильный подход. Ведь мы должны думать о людях, в первую очередь. Я думаю, что у нас, понимаете, у нас много таких законов, которые, ну, принимаются, не согласовываясь, допустим, или не советуясь с нашим населением. Вот взять хотя бы даже вопрос... Население захочет отмену всех налогов. Нет, ну, это тоже, конечно, все должно быть в рамках разумного. Вот возьмем, допустим, такой вопрос. Он очень волнует наших избирателей. Вот я встречаюсь, неоднократно слышал такой вопрос. Вот у нас несколько лет, лет пять или шесть назад, не, больше уже, наверное, значит, ввели в законодательном порядке сбор средств на капитальный ремонт на квартирных домах. Ну, знаете, о чем речь идет. Вот поднимается, при встречах с населением поднимался этот вопрос в таком ракурсе, что, значит, вот мы сегодня платим, а наш дом планом предусмотрен, капитальный ремонт, годой это к сороковому. Ну, там же разные формы хозяйствования. Там и ТСЖ есть, и управляющие компании, насколько я знаю, ЖКХ, и могут быть граждане сами. Но, как правило, это вот нас всех под одну в ребенку именно подвели под этот закон. И дело в том, что наши люди, наши избиратели, наши жильцы наших этих на квартирных домах, они поднимают, может быть, этот вопрос. Не случайно. Почему? Потому что ведь у нас некоторым зданиям по пятьдесят, по шестьдесят лет. Да, есть и постарше. Есть и постарше. И люди наши, которые проживают в них, они сомневаются, смогут ли они выстоять до того времени, когда они запланированы капитальным ремонтом. И они поднимают такую, вот такие предложения вносят. А что, если, допустим, эту, ну, скажем, временную планку каким-то образом приблизить? Допустим, вот мы собираем... Каким образом? Вот мы платим, скажем, пять лет взнос. Каждый из определенных домов, это есть такие данные, уже накопил определенную сумму средств на ремонт. Зачем ждать, допустим, ему капитального ремонта, если у него сегодня там кровля прохудилась, или же там крыльцо отвалилось, или еще что-то. То есть тех средств, которые они уже накопили сегодня, вполне достаточно для того, чтобы сегодняшние проблемы их можно было... И жильцы не вправе инициировать вот этот ремонт? Вот надо разбираться. Ну, они же сами могут выбирать вот эту форму хозяйства, если она им не подходит, они же могут... Это может быть так, а может быть и не так. То есть вот главе, или, как сказать, родоначальнику, надо этими вопросами тоже заниматься, потому что это вопросы, которые волнуют наших людей. Мне кажется, надо людям рассказать, и пусть они сами решают. Ну, может и так, но этим надо заниматься. Вот о чем я говорю? Вот вы задали мне вопрос, чем бы я занялся? Вопросов очень много. Все, понятно, но извините, формат не позволяет. Вопросы, какие возникают у населения, их надо, во-первых, выслушать, и коллегиально, не единолично глава города со своими депутатами пообщавшись, со своими общественными организациями, активистами. И я думаю, что сообща можно принимать какое-то решение о важности или первоочередности того или иного вопроса, той или иной проблемы. Понятно. Ну, что, наверное, пора подводить итог, да? Что вы еще хотите, вот буквально два слова сказать зрителям? Ну, я бы хотел так вот закончить наше интервью. Уважаемые избиратели, 9 сентября вы придете, а я призываю вас прийти на избирательный участок и проголосовать, что называется, сердцем за того или иного. У нас 5 кандидатов, все кандидаты достойные, все кандидаты обещают вам работу, свою работу в случае избрания. Вот. Поэтому ваша задача – избрать достойную кандидатуру, избрать ту кандидатуру, которой вы поверили, избрать ту кандидатуру, которую вы хотели бы видеть на этом басту. То есть в ваших руках ваш выбор. И я думаю, что вы сделаете этот выбор правильно. Ну, конечно же, я, как и все, надеюсь, мои кандидаты наши, вот все, так сказать, мои коллеги, в душе, наверное, каждый хочет, чтобы избрали его. Поэтому мы надеемся, уважаемые избиратели, на вашу поддержку. Ну, прям, да, с языка сняли, я тоже ни за кого не агитирую, боже упаси, но я вас прошу, придите на выбор и сделайте свой выбор, пожалуйста. Это действительно важно для города, чтобы он был еще лучше. Спасибо, до свидания.